Я могу только согласиться с Лидией Юриной, то что она сказала. Работа проводилась в исследовательском центре как экспертной организации. И, конечно, первый проект, который к нам поступил, он был очень сырой. Но вот с последующими редакциями этого проекта структура правоотношений, она вырисовывалась. Были разные модели на этот счет. По сути говоря, участники являются посредником. Но посредники бывают разные. У нас есть, по сути говоря, две модели. Это прямое представительство, косвенное представительство. То есть либо банки, как участники цифровой платформы, должны были взять на себя права и обязанности по этим договорам и нести ответственность по этим договорам. То есть это такая вот комиссионная модель. С другой стороны, непонятно тогда, зачем проводить реформу, потому что права и обязанности сейчас и так несут банки. И зачем эта реформа нужна? С другой стороны, может быть модель прямого представительства, на которой, по сути говоря, сейчас вот в этом процессе сделали такую точку, хотя проекты в измененном виде сейчас еще не внесены в Государственную Думу, но вроде как остановились на этой модели. Это означает, что участники цифровой платформы не могут быть привлечены к ответственности, как и любые представители. Представитель не участвует в правоотношении, его нельзя привлекать к ответственности. Правоотношение складывается с оператором цифровой платформы, то есть центральным банком, и он несет всю ответственность по этому договору. Дальше уже в регрессном порядке они могут разбираться с участниками цифровой платформы, решать свои проблемы, может быть у кого-то задолженность по вознаграждению. Причем участники получают вознаграждение именно от оператора цифровой платформы, потому что были разные позиции по этому вопросу. И, например, одна из позиций сводилась к тому, что вознаграждение будут платить как оператор цифровой платформы, так и физические лица. То есть, по сути говоря, вознаграждение должно было удваиваться. Сейчас это нормальная структура, похожая на договор поручения. Однако здесь есть несколько проблем. Первая проблема – это информирование граждан, потому что граждане приходят в банк, они заключают договор в конкретном банке, например, Сбербанк, ВТБ, Тиньков и так далее. Они думают, что, по сути говоря, есть вот какое-то участие в правоотношении этого банка, хотя его нет. Дальше они используют онлайн-банкинг, который используется в этом конкретном банке, Сбербанк банке или ВТБ банке. И дальше, естественно, когда возникает проблемная ситуация, они захотят пойти с иском к этому банку, хотя это неправильно. То есть нужно будет проводить еще работу по информированию, это уже информационные обязанности в рамках договора. Вторая проблема – отношения по полномочиям необходимо будет оформить. То есть это либо будет какая-то доверенность, либо другие варианты, предусмотренные в главе 10-й. Договор заключается между оператором и участниками. Полномочия могут быть там, но захотят ли показывать условия этого договора, не знаю. И это не нужно, показывать условия этого договора. Наверное, можно обойтись выдачей доверенности. Вот это такие проблемы. Помимо этого, конечно же, участник участвует в правоотношении, он принимает платежные поручения, он отвечает за своевременность распоряжения цифровыми рублями на этой платформе. Но отвечает он перед оператором. Оператор уже будет нести ответственность перед физическими лицами. То есть вот такая понятная, стройная с точки зрения Гражданского кодекса структура правоотношения.